Вы знаете, чем мне вообще напоминает вся вот эта ситуация, и не только вот то, что вы описали насчет однополых браков и так далее. Мне это все напоминает поезд. Вот представьте, едет поезд. Вот он едет. Сначала он едет по зеленым лужайкам, в поезде сидят улыбчивые, радостные люди. И потом вдруг поезд проходит через какой-то там маленький туннельчик, и появляется болото. Оттуда заходят люди более хмурые. Обстановка в поезде становится другой. А вы просто сидите и едете, вы наблюдаете за этим. Потом поезд едет дальше, он попадает в какую-то зону пожарищей, какие-то страшные там такие вещи. Там вообще люди заходят агрессивные, там заходят люди агрессивные. Они начинают там в целистии драться, там бороться. А поезд дальше едет. Вы понимаете, он не останавливается. Он едет вот дальше. Вот у него задача ехать дальше. Потом он там какие-то проезжает вообще страшнейшие места, пропусти, обрывы. А ведь однажды поезд выйдет на лужайку, правильно? Солнышко однажды взойдет, ночь заканчивается, утро начинается. Но всегда все в жизни закономерное. Я опять повторюсь же, что не важно, что там. Видимо, для Соединенных Штатов Америки это нужно и важно. Сейчас признать однополые браки. Нам это очень нужно. У них это, видимо, какая-то большая проблема, то, что их не разрешают или запрещают. Я говорю, сейчас просто время вседозволенности. Знаете, когда человека, как мне кажется, проверяют на его внутренний стержень, насколько он духовно развит, насколько он духовно закален, сейчас время, когда происходит, вот как мне кажется, по моим ощущениям, время вот этой глобальной проверки мироздания человека на вшивость. И человек тот, который имеет в себе этот корень, который в течение жизни воспитался в себе, который прислушивался к голосу своей совести, а он есть, он работает абсолютно у всех, он прекрасно работает. И то, что потом все говорят, ой, а мы не знали, что так будет. Все все знали. Всем все говорится. Есть внутренний голос. Важно только то, что хотите вы его слушать или не хотите. И вот после этой вседозволенности, это вот этот поезд, который он проходит вот эту ситуацию страшную, да, вот, там, гром, молнии, там, он однажды выйдет, знаете, на солнечную полянку, красивую, замечательную. И вот этот, мне кажется, этап, который сейчас в мире творится, его очень важно пройти. Важно каждому показать, насколько он внутри зрел, насколько он относится к этому. Вот моя задача вообще, ну, как мне кажется, не надо участвовать в этих дебатах. Не важно, у них это так. Если у нас это примут, значит, видимо, это сейчас так очень важно и нужно нашей стране. Вот. Здесь, главное, другой вопрос о том, что надо больше думать о том, какой я. А не то, что там разрешили, запретили. А там вот в Европе, не знаю, детей забирают и отдают в однополые браки. Ну, у них это, значит, нормально. Они же как-то там живут. Они же не бегут из своей страны после этого, там, как беженцы в другие государства. Это не происходит. Значит, все, все устраивает. А то, что вот, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на себя, чем то, что там делается. Поэтому, я считаю, обсуждать, осуждать, осуждать тем более вообще никогда не стоит никого, ни за что на свете. Потому что, как бы, мы все-таки не знаем, как все происходит на самом деле. Мы имеем там частички, возможно, даже ложной информации, возможно, написанной неправильным текстом, поданной нам вот так, как именно считают наши журналисты, чтобы это было подано вот для нас. Чтобы все стали разговаривать, там, бунтовать. Вот, да какие они плохие. Нету плохих людей, нету хороших людей, понимаете. Человек, которого вы считали сегодня замечательным, светлым и хорошим, он может поменяться в миг за две секунды. У него меняется сознание под воздействием какого-то вот завтрашнего стресса. И он вдруг становится агрессивным, неадекватным. И вы тут же начинаете думать, боже, какой это был плохой человек, а я вот с ним так много лет подружил. То же самое относится, и не стоит мир вот так делить на плохое, хорошее. Нужно все-таки больше по качествам судить, потому что я все-таки верю в то, что в каждом человеке есть Бог. И вот когда он его покажет, это я замечала, что у людей достаточно легкомысленных, в момент, когда их жизнь косила стрессами, в этих людях, в глазах у них появлялось что-то настоящее. Они становились невероятными, такими уязвимыми, как дети. И хотелось прижать к себе, потому что вот этот настоящий человек. Просто в момент, когда у него все хорошо, его ясно иди, понимаете, он начинает дуреть вот от этого счастья. Ну поэтому, не знаю, да, пусть там все женятся, переженятся. Дай Бог всем счастья. Самое главное, мне кажется, пусть все будут счастливы в этой ситуации, потому что, как правило, возможно, это и не принесет никому счастья. Но я все-таки надеюсь, что хоть на какое-то время однополые браки принесут огромное счастье вот этим людям, которые любят друг друга, несмотря на что. Душа, она безполая. У души нет понятия мужская-женская. Мужская-женская — это физическое тело. И поэтому, вы знаете, вопрос вот таких вот браков, он достаточно... Ну, можно гораздо глубже посмотреть. Есть просто любовь. И с этим ничего не поделаешь. То, что у нас религии запрещены однополые браки. Видимо, так оно должно было быть. Видимо, это какая-то кармическая ситуация для человека, когда его душа любит душу такого же физического тела, как и он сам. Не знаю, может быть, это такое. Как-то его надо проходить. Тогда я бы всем счастья. Так. 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 Продолжение следует...